Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Льготный компромисс найден. Глава региона предложил новые меры соцподдержки. К боям с непогодой готовы. В Самаре прошел общегородской смотр коммунальной техники. Иван 3D грозный или вся история России в одном клике. В Самаре открывается уникальный мультимедийный проект. Число поездок по социальной транспортной карте будет увеличено до 90. Об этом накануне заявил Дмитрий Азаров в прямом эфире телевидения. Кроме того, уже до конца года предполагается решить вопрос о денежных выплатах работающим пенсионерам, ветеранам труда, чья пенсия ниже средней по области. Впоследствии в регионе будет выстроена новая система мер социальной поддержки населения. Предложение обсудили на заседании рабочей группы, в состав которой входят региональные министры, представители всех фракций губернской думы, члены областной общественной палаты. В итоге пришли к согласию в том, что в сфере социальной поддержки необходимы системные изменения. Нужно возвращаться к выстраиванию новой системы социальной политики и, соответственно, мер социальной поддержки. Понятно, что путь этот сложный и большой научный труд нужно сделать. И, соответственно, все, кто по выработанным критериям должен рассчитывать на поддержку государства, будет эту поддержку получать. Но я думаю, что на площадке думы эта работа будет продолжена. За собой оставляю право в этой ситуации разработки системы мер принять решение оперативное по поддержке ветеранов. К зиме готовы. В Самаре прошел общегородской осмотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройства переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. Лариса Шалафаст продолжит. Коммунальная мощь города на одной площади. Больше 90 единиц техники муниципальных предприятий Самары готовы к зиме. Габдулхат Боязитов за баранкой мультикара колесит по Самарской набережной 6 лет. Техникой доволен и уже готов переходить на зимний график работы. Зимой работаем по погоде, вызывает и ночью. А так график у нас с 6 до 3. Готовность машин к зиме оценил глава города Олег Фурсов. За два года парк техники пополнился больше, чем на сотню новых машин. В планах будущей весной приобрести дополнительные единицы. Олег Фурсов пообщался с руководителями муниципальных предприятий и поручил особое внимание обращать на качество уборки. Если выпадает где-то сантиметров 15 снега, в течение трех дней, трое суток, мы убираем свои территории. Ну так понятно, что за час одновременно нет. Понятно. А вот в течение трех лет? Ну отвал или с вывозом? Отвал. Должны уходить от того, чтобы весь снег складировался на обочинах, потом темнел, чернел, и вся эта грязь весной, значит, попадала на город. В этом году на улицы города выйдут больше 300 единиц спецтехники. Это погрузчики, тракторы и самосвалы. Практически все машины уже подготовлены для работы в холода. Все необходимые регламентные работы были проведены в срок. 70% техники уже подготовлены к работе в зимних условиях. Оставшиеся 30% будут готовы к 10 ноября. Но это связано с тем, что пока еще идет такой сухой сезон, и переобувать с летнего содержания на зимние пока не целесообразно. Помимо техники подготовлены полигоны для снега, закуплены реагенты. Также в Самаре скоро появится снегоплавильный завод. Концессионное соглашение на строительство уже заключено. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. Предполагаемых грабителей банков арестовали на два месяца. Трех самарцев подозревают в серии разбойных нападений. Во время одного из них, 12 сентября, преступник тяжело ранил 69-летнего охранника и похитил 5 миллионов рублей. Мужчина скончался в больнице. Полицейские нашли в гараже одного из бандитов огромный запас оружия, деньги и автомобили премиум-класса. По версии следствия, все украденные деньги, а это около 20 миллионов рублей, мужчины тратили на автомобили. Два налетчика свою вину признают полностью. Третий же уверяет, что его оговорили. Спасатели эвакуировали с танкера четырех матросов. Операция прошла близ города Октябрьск. Там в настоящем на рейде танкере заболели четверо матросов. У всех них поднялась высокая температура. И потому им понадобилась срочная эвакуация на берег. Стоматологию, в которой погиб ребенок, оштрафовали еще на 100 тысяч рублей. Такое решение принял арбитражный суд. Напомним, трагедия произошла 23 июля. Ребенку, который боялся предстоящих процедур, решено было лечить зубы под общим наркозом. По версии следствия, у мальчика произошло нарушение сердечного ритма, и он скончался. Возбуждено уголовное дело. Параллельно региональный Росздравнадзор организовал проверку клиники. Специалисты выявили, что в случае сгибели ребенка был недооценен операционно-анестезиологический риск. Кроме того, были и системные нарушения. В частности, не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Сотрудники двух самарских вузов попались на взятки. Доцент кафедры математики и бизнес-информатики Самарского университета пообещал первокурсникам поставить положительные оценки, при условии, что каждый из них заплатит ему по 500 рублей. При получении взятки 14 тысяч рублей доценты задержали сотрудники Самарского управления ФСБ. По решению суда, педагога оштрафовали на 25 тысяч, а старшего лаборанта Самарского экономического университета на 30 тысяч. Она за 11 тысяч рублей предложила студентам помочь ликвидировать академическую задолженность летней сессии. Зима близко. В Самарской области местами ожидается похолодание до минус 4, предупреждают синоптики. В субботу, 21 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит минус 4, 1 градус по Цельсию, днем 1,6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Аналогичные погодные условия будут и в воскресенье 22 октября. Хроника прошлого в формате мультимедиа. В Самаре откроется исторический парк, интерактивные стенды, сенсорные столы, огромные экраны. Узнать, что происходило в России много веков назад, можно будет с помощью одного прикосновения. Проект уже нашел миллионы поклонников в Москве, теперь добрался и до регионов. А Самарский исторический парк сейчас на стадии монтажа. Когда здесь встретят первых посетителей, знает Алина Чемерис. 6 тысяч квадратных метров, пока это только голые стены, но уже через считанные дни все это оживет. Сцены баталии, история императорской фамилии, ключевые вехи в жизни страны. В буквальном смысле пройти через это все совсем скоро смогут гости исторического парка «Россия. Моя история». В данный момент мы находимся в зале, посвященном событиям и эпохи Ивана Третьего, Василия Третьего, Ивана Глинская. То есть родителям Иоанна Грудного. Здесь же на вот этих элементах архитектурное будет проектированное изображение. В данный момент наши специалисты настраивают пришел на оборудование. История страны от древних времен и до наших дней. Рассказывать ее будут на современном мультимедийном языке. Два выставочных зала, один из которых посвящен династии Рюриковичей и дому Романовых, второй – великим потрясением и современности. Проект «Россия. Моя история» зародился в столице и теперь эстафету принимают регионы. 400 цифровых носителей, тысячи портретов, сюжетов, цитат. Колоссальный труд историков, художников, дизайнеров, специалистов по компьютерным технологиям вскоре увидят и самарцы. Это архивы, в которых, соответственно, работали наши историки. Это те же самые образцы славянской письменности, которые были добыты. Наша история, она живая, она подвижная. Нашу историю можно потрогать, потому что есть экспонаты, которые открываются посредством нажатия ладошкой какого-то элемента отдельного. В Самарском историческом парке планируют установить купол диаметром 10 метров. Фильмы на него будут транслировать 17 проекторов. Сенсорные столы, планшеты, стенды, коллажи. Чтобы интерактивное пространство ожило, достаточно прикосновения. Проект, уверены организаторы, станет современной образовательной площадкой. Здесь можно будет проводить уроки для школьников и студентов. Также для всех желающих сюда планируют водить экскурсии. А тем, кто предпочитает путешествовать по эпохам в одиночестве, предложат аудиогид. Познакомиться поближе можно будет и с историей Самарского края. В летопись будут вплетены важнейшие события и ключевые фигуры прошлых лет. Ну, конечно, сюда обязательно войдут такие наши известные, скажем, личности, как святитель Алексей, наши губернаторы, время, когда наша Самара была запасной столицей, ну и многие другие такие, которые являются значимыми для наших жителей событиями. Взгляд на нашу историю, на наше прошлое, которые так необходимы нам для того, чтобы нам уверенно двигаться вперед. В этом году исторический парк появится в 17 регионах страны. Выставка уже встречает посетителей в Якутске, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде. В Самаре открытие запланировано на 7 ноября. Для студентов и школьников посещение исторического парка будет бесплатным. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Знать свое прошлое. Подведены итоги городского этапа конкурса сочинений «Полководцы Победы». Школьники писали о подвигах бойцов. Сюжет Даниила Лучко. Они воевали за родину, великие полководцы Победы. На эту тему школьники написали около 300 сочинений, победителей 20. Аня провела серьезную работу, читала научные статьи и книги, использовала воспоминания своей прабабушки, которая была санитаркой. Тема «Женщины на войне». У меня было сочинение про женщин в войну, про то, как женщины отстаивали. И у меня были примеры из литературы, там «У войны не женское лицо», потом всемирно известная повесть Бориса Васильева «Азорий здесь тихий». Вообще довольно-таки сложно писать сочинения на такие сложные темы. Все-таки мы этого не видели, боишься, есть какая-то ответственность перед предками. За эмоциональность и оригинальность выступления жюри поставила Аня пятерке. Это один из критериев конкурса. Он посвящен предстоящему параду памяти. Акция проводится в Самаре с 2011-го. Каждый год тематика разная. Мы оценивали выразительность, мы оценивали художественное слово. Полководство Победы – это приоритетное направление, потому что каждый год парад посвящен чему-то. Был период, когда парад был посвящен Нахимским и Суворовским училищам. Был период, когда парад был посвящен Героям России, Советского Союза, КВАР, Мордина Славы. Сейчас полководство Победы. На городском уровне такие конкурсы проводятся впервые. Помимо этого в школах проходят уроки мужества. Сегодня, 20 октября, победителям предстоит областной этап испытаний. Даниил Лучко, Артем Сулайманов, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Дольщики получили шанс на новоселье. На градостроительном совете решили, как помочь проблемному долгострою на пересечении Вилоновской и Садовой. Бизнес им поможет. Самарская мэрия нашла партнеров, которые предоставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Коммунальный триумф двора на Победе меняется с каждым днем. В чем секрет преображения? На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова